Привет, мои хорошие! С вами Сирена Свэй, и сегодня будет очередной фикс-прайс обзор новинок. Я надеюсь, я не сильно гоню, как фикс-прайс, который в октябре уже начал, начал всё, всё новогоднее прислал. И я уже решила, тоже вот, ноябрь, а у нас уже снежинки. А чё, у кого-то снег, между прочим. Но перед тем, как продолжить, я хочу вас познакомить с очень интересным сервисом, который возвращает часть денег со всех покупок, сделанных в интернете. Давно хотела вам рассказать про сервис Мегабонус. Это сервис, который возвращает деньги с каждой покупки в более чем тысячи популярных интернет-магазинах. Алиэкспресс, Букинг, Бенгуд, Буквоед, Связной, Мвидео и многое-многое другое. Сервис работает по всему миру. Пользоваться Мегабонусом легко и удобно. Один раз установил расширение, зарегистрировался и забыл. Делаешь покупки, как обычно. Амегабонус возвращает деньги с каждого заказа. Начисляется кэшбэк мгновенно. Деньги можно выводить на WebMoney, Kiwi, Яндекс.Деньги, карточки и на мобильный телефон. Также есть приложение для Android и iOS. Ссылочку на этот сервис я оставлю под видео. Обязательно воспользуйтесь, я думаю, вам понравится. Предлагаю прямо сейчас пройти по ссылочке под видео, установить себе это приложение или скачать его на свой телефон. И начнем мы как раз таки с этих снежинок. Они мне очень понравились. Кстати, в одном из видео в Фикс Прайс я уже говорила, что я очень хочу подготовиться к Новому году как следует. Я хочу, чтобы мой малыш в первую очередь почувствовал этот праздник. Хочу подарить ему еще какие-то интересные там... Это у нас у взрослых уже ничего этого и нету, да? А дети, они же Дед Мороз, письма, фонарики, подарки. Надо обязательно на елочку нам сходить. Да и дома все, чтобы это было, чтобы он елочкой ходил. В общем, что-то хочется такое устроить именно вот для малыша и самой немного впасть с детства. Поэтому у меня сейчас немножечко новогоднего есть. И я потихоньку уже готовлюсь. Мне очень понравились такие снежинки. Они с одной стороны вот такие вот, с другой стороны вот такие. Там были еще серебристые, но мне показалось, что синие как-то виднее их на фоне нашим бежевым. Серебристые будут не так. Пока что я взяла три штуки. Стоят они... Ой, не знаю, сколько им стоят. 55, может, 77. Я вообще на самом деле не смотрю на цену, когда захожу в Фикс Прайс. Что вот прям... Ну, как бы бывает. Если написана прям цена, то ну супер как бы. Но нет такого, что так это дорого я не возьму, еще что-то. Мне нравится все в Фикс Прайсе. Я беру, потому что, в первую очередь, вам обзор-то показать надо, что вообще продается. В общем, вот эту третью можно было куда-нибудь вот сюда, например, да? Или вот сюда. А может, я для фона как раз-таки оставлю, а не буду украшать. Нам же на фон тоже нужно что-то. В общем, они мне понравились. Они достаточно качественные, плотные, сделанные, красивые. Видите, вот фон уже украсили. Дальше. Из новогоднего. Давайте с новогодним закончим. Тут немножечко новогоднее. Это мне понравились вот такие вот письма Деду Морозу. Здесь один большой конверт, но он какой-то, знаете, плотный. Мне захотелось прям узнать, что там внутри лежит. Вот письмо Деду Морозу. Кому Деду Морозу, куда? Какой-то адрес, Волгоградская область, город Великий Устюг. Ага, дом Деда Мороза. Короче, дом Деда Мороза в Великом Устюге. Всем привет, кто оттуда. Давайте посмотрим, что там внутри. Почему он такой плотный. Вообще прям плотненький, плотненький конкретненько. Открываем. А здесь... Ой, тут, чтобы, знаете, ребенок, в общем, весь в творчество изошелся. Раскрывается вот так. Здесь наклеечки, чтобы он писал Деду Морозу и клеил что-то. Ой, у меня малыш, конечно, еще маленький. Вот, он здесь как раз может написать. Вот такой листик с елочкой плотненький. И он вот может с этой стороны писать письмо. Потом наклеить какие-то еще наклеечки. И еще тут внутри... И еще внутри листик такой. С одной стороны так, с другой так. Слушай, что-то, по-моему, написали. Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Такта Такт. Тут, короче, анкета уже. Мне столько-то лет, я живу там-то, я люблю вот это. В этом году я вела себя там хорошо или плохо, или среднеумеренно. Дорогой Дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста. Тра-ля-ля. Передавай привет Снегурочке. До свидания. В общем, вот это очень классно для родителей. Я надеюсь, дети меня маленькие не смотрят, а то они сейчас скажут, как так, как так. Чтобы хотя бы родители знали, что ребенок хочет, о чем мечтает. И чем можно манипулировать. Будешь хорошо себя вести, будет тебе вот это, Дедушка Мороз. Я там ему передам. У меня там свои люди, свои связи. Так, и что еще? Угадай, где чья тень. Тут еще развивашечки такие. Вот тень. Нужно угадать, где чья. Сколько игрушек в красной коробке. В общем, еще развивашка. Чего не увидишь зимой. С двух сторон вот такие вот. Слушайте, очень прикольно сделали. Мне нравится. Я оставлю это. Либо я отдам это племяннице своей. Пусть она пишет Деду Морозу. Она во всяком случае может сказать, что она хочет. А Денька пока еще у меня мало для этого. Либо я оставлю ему на следующий год. Либо подарю свои племяшки. Посмотрим, как мы с этим обойдемся. И еще мне понравилось тоже вот такое вот еще письмо. Тоже Деду Морозу. Тут, как я понимаю, несколько конвертиков. Это можно уже раздать даже своим племянникам. Знаете, кому-нибудь. Так, у меня... Я могу передать ваши письма Деду Морозу. Давайте вот пишите, в конверт ложите. И чтобы не гадать, что же подарить на Новый год ребенку. Здесь тоже наклеечки входят. Вот здесь входит вот такое письмецо. А, для каждого входит. Раз, два, красненькая, фиолетовенькая, зелененькая, беленькая. И, да, и пять конвертов разных. Все. Это, короче, для всех ваших премблемянников, внуков, детей. В общем, и карандашики. Пусть пишут. А может, это знаете как? Одному дарите, говоришь, пиши, одно письмо тогда дойдет. А потом все эти письма... Не, пусть везде разное пишут. Скажете, разным Дедам Морозом в разные города. Пусть везде все разное пишут. А потом просто вот раздадите всем своим. Например, вот Тенька у меня написала. Одно письмо бабушке, одно письмо крестное, другое письмо дяде, папе письмо, маме письмо. Короче, раз и все. Из разных городов, типа, ему от Деда Мороза пришли подарки. Очень круто. Я научу своего ребенка получать от жизни все. Так, что у нас еще новогоднее? Новогоднее. В чем есть новогоднее? Так, все, прям новогоднего нету. Это чуть-чуть я взяла. Дальше. Долго мне говорили, Селена, купи глину. Розовая глина просто вообще волшебная, превосходная. Должна ее попробовать. Я ее купила, я ее попробую, думаю, в отдельном видео. Мы намажем ее, там, все проверим, потому что сейчас, как бы, это не вариант. И, кстати, мы там же, наверное, и проверим с вами вот этот вот спонжик, потому что... Сейчас тоже мне неудобно его проверять. 77 рублей стоит. Я давно хотела его проверить. В общем, в отдельном видео я проверю спонжик и вот эту вот фитомасочку. Мы как раз сначала загрязним личико, а потом его очистим. Так, салфетки свои любимые купила. Всегда они должны быть. Кстати, знаете, что я в фикс-прайсе нашла? Теперь нам не нужно ходить в аптеку для того, чтобы купить баночку, которую мочу сдавать. И мы можем в фикс-прайсе купить намордники, чтобы никого не заразить. Или не заразиться. Давайте посмотрим качество намордников. Так. Здесь их 10 штук. Слушай, такие же, как в аптеке, ничего особенного. Главное, чтобы они не были бы у. Не, я шучу. Ну, что они будут бы у, на самом деле, да? Все, здесь гнется под носик. Вот так вот раз-раз. Супер. Короче, я считаю, что к зиме это обязательно должно быть. Заболели ли вы с малышом дома? Или заболел кто-то? Эпидемия какая-то вокруг. Чтобы вы не бежали в аптеку в тот момент, когда все это разобрали. У меня было такое. Я, блин, 5 аптек объехала, обошла. Ничего нету. Закончились вот эти штуки. Вы представляете? А мне нужно было. Поэтому я решила взять в рог. Ну и баночка всегда должна быть. Никогда не угадаешь, когда тебе нужно сдать мочу. Еще. Ой, новогодняя. Баночки тоже могут разобрать. Баночки тоже могут разобрать. Придется писать в ладошке. Или в банку. Пятилитровую. У меня не было дробой в банке. Я принес пятилитровую. Смотрите, календарики какие. Я, кстати, тоже хотела календарик кому-то подарить. Оставлю. Еще будет у нас подкурс какой-нибудь. Блин. Календарик хотела подарить. Забыла. Кому-нибудь подарю. Обязательно. Смотрите. Ой, какой он прикольный. Вау. Крис. А, там свинья розовая. Он там маленький свинюнький. Смотри. Какие милые свинюшки. 2019 год. И здесь милая свинюшка внизу. И наверху. Такие поросята. Он сделал. Он очень прикольный. Знаете, я не знаю. Как вам показать? Смотрите. Вот. Это даже не бумага как будто. Или как бумага. Или что-то. Прикольный, короче. Раз собрал его, он места не занимает. Раз повесил аккуратненько. Красивенько. Такой легенький. Симпатичный. Вообще милота какая. Может Кристине задарим? Да. Все, Кристине задарим. Там так хочется подарить кому-то. Я же брала кому-то на подарок. И здесь разные есть варианты. Кошечки, собачки. Ну, у нас же кот свиньи. Я взяла свинь. Так, все, отлично. Я так люблю делать подарки. Мне даже иногда кажется, что я их люблю делать больше, чем получать. В общем, все. Кристина, я же подарок. Спасибо. Идем дальше. Кстати, еще новогоднее нашла. Да что это такое? Трафареты. Может, будем на стеклах рисовать? У меня же есть даже и какой-то спрей специальный. На стеклах будем рисовать. Здесь четыре штуки трафарета. Новогодние трафареты. Вытаскиваем. Цены нету. Поэтому остается только гадать, сколько это все добро стоит. Четыре трафарета. На одном у нас снеговик. А, тут надо еще выдолбить снеговика этого. Это не просто вам так. Надо все выдолбить. Видите? Оно все цельное. Так, на одной снеговик, на другие снежинки. Колокольчик написано с Новым годом. Видно, не видно вам? Я вам буду говорить. Здесь у нас куча мелких снежинок. Разноплановых совершенно. Здесь у нас елочка. Вот такая вот. И еще вот такая вот. И вот такая. Они разные. И еще чуть-чуть снежинок. В общем, я думаю, что эти трафаретики прикольно будет именно что-то рисовать на снегу. Тем более... Ой, на снегу. На стекле. Тем более в фикс-прайсе также продаются шикалки такие, которые легко потом стираются со стекла. Надо будет взять. Я не взяла. Я взяла только серебристую краску какую-то. Кстати, ей тоже можно делать. Так что все будет. Взяла себе теплые стельки. Давно их ждала. Термостельки. Их не было. Особенно это хорошо. 55 рублей стоит. Если у кого-то еще и немного большеватая обувь, как у меня на некоторых. На некоторой обуви она чуть-чуть большеватая. Я прям искала такие вот стельки, чтобы немного... С мехом, видите? Немного как бы... Чтобы там теснее было. Ну и также можно вырезать, видите, любой размер. От 34. Не, ну так-то на глаз вы можете вырезать хоть ребенку. Так, стельки. Взяла Дэнки вот такую игрушку-развивашку. Прикольно. Это тоже новая. Кстати, он довольно-таки быстро с ней начал играть. Это не просто игрушка. Это игрушка, которая обучает ребенка расстегивать молнию. Застегивать-растегивать молнию самостоятельно. И застегивать-растегивать пуговки. Мало того, что они тут цвета разные, они еще... Что такое? Что ты застряла на твоем? Я видео снимаю, она должна застревать. Вот, растегиваются вот пуговки, они еще и разного цвета. Дэнка, кстати, цвета у меня сразу определил, куда что нужно. Ну, не сразу пока еще соображает, как именно расстегнуть. Он тянет ее просто, тянет, тянет. Я говорю, Дэнни, смотри, тут дырочка, надо вот так всяко. Ну, он такой раз, улегся уже такой на живот, положил ту рыбку, что-то делает. В общем, ему понравилась эта штука. Вот это я ему еще не показывала, но это мне тоже понравилось, 99 рублей. Мне кажется, что ему понравится, потому что... Вот такие штучки есть. Здесь, когда мы идем куда-нибудь, знаете, в развивательный комплекс, там обязательно на стене висят такие вещи, только большие. И он обязательно к ним подходит и что-то там делает. Я подумала, что ему будет интересно. Здесь тем более с подставочками такими. То есть мы ставим на стол, и все, и машинки поехали. Ну, может быть, кто был в детских вот этих развлекательных, да, знает. Куда? Вверх, вниз. В общем-то, пытаешься. Пытаешься их. Как-то. Куда-то определить. В общем, мне понравилась эта штучка. Думаю, дай возьму, пусть проиграет ребенок немного. Так, еще я взяла, кстати, долго где искала, охренеть, здесь целая пачка, девочки, набор для скраббукинга. Я скраббукингом не занимаюсь, но у меня есть магазин, в котором на вещи нужно вешать ценники, какие-то бирочки, где пишешь и размер, и цену. И вот это я искала, девочки, вы не представляете, в других магазинах просто вот такие раз, два, три, четыре, восемь штучек будут стоить денег. А если тебе нужна целую пачку, ты нифига себе потратишь. А тут 55 рублей целая пачка. Я сейчас вам открою и покажу. У кого есть магазин, кому нужны красивые такие ценники, это вообще, я в шоке, это очень дешево. Я просто помню, что я задалась целью, и я искала, искала, и это все стоит денег. И чтобы оно было разных цветов, видите, и уже порезанное, чтобы я просто разрезала и все. Смотрите, какая пачка. А-а-а, оно не порезанное. Не, ну в принципе это тоже неплохо. Я же могу сама разрезать, да? То есть здесь показано, какие цвета есть. А уже когда я перелистываю целый вот такой листик, я могу его разрезать на раз, два, три, восемь. Ну как и здесь, да? Восемь вот таких вот. И все. У меня есть такой специальный степлер, который делает дырочки. И есть и съемочки разные, которые я купила. Вот разрезаешь, делаешь дырочки, а с другой стороны на белой ты пишешь. Там разлинуешь. Ну у меня такой бумаги есть, я просто говорю о том, что я ее брала намного дороже. И намного меньше. Здесь целая пачка. Ну а кто скраббукингом занимается, пожалуйста. Так, еще я взяла для своей малышки, для соплемянницы вот что нашла. Там был набор еще с феном, но я решила, что, наверное, вот это будет как фен. Она, наверное, крутится. И будет зеркало такое красивое. Очень хочется достать, честно говоря, и посмотреть. Потому что у каждой игрушки, которая здесь, есть кнопочка. И мне интересно. Я думаю, примяшка наша будет неплохо. Ну попробуем. Что каждая кнопка делает? Ну здесь, наверное, везде нужны батарейки. Естественно, их нету, да? Ну конечно. Еще, еще все закрученное. Ну блин. О, а вот здесь просто вытащить. Давайте хоть одно проверим. А, здесь нажимаешь, смотрите. Нажимаешь, и оно горит. Еще и разными цветами. Засовывает там такая волосы, крутит такая, да? Засовывала волосы, крутит. Класс вообще. Я засуну сейчас обратно эту штучку. Так. Дальше. Здесь тоже вытаскивается. В расческе тоже вытаскивается. Тоже она светится. Слушайте, какая прелесть. Мигает, мигает. О, бля, она треснута тут, прикинь. Я не увидела. Треснута чуть-чуть. Офигеть. Продают. Я беру новую, запечатанную. Она треснута. Я при вас распечатала. Не увидела? И зеркало. На зеркале тоже снимается эта штучка. И что же зеркало нам говорит? Яй на свете всех милее. Всех румяней и белее. Тут, кстати, зеркало, видите, какое замутненное. Но здесь, по-моему, снимается эта штучка. Да. И зеркало будет нормальное. Может, сразу снимем? Вот. О. Ну-ка, проверим зеркало. Так, зеркало, конечно, не айс. Если издалека смотреть, вообще оно как будто уменьшает. Я какая-то маленькая. Я прям себя всю вижу в зеркале в этом. Даже глаза заболели. А если близко смотреть, то нормально. Короче, надо сказать, что в зеркало нельзя долго смотреть. Иначе глазки будут болеть. На этом зеркале можно учить. Ну и все. А здесь машинка. И здесь ничего не достается. Здесь нужно раскрутить. Положить батарейки. Две, по-моему. И что будет? Ну, тоже, наверное, что-то будет гореть. Такой вот. Путюжок. Набор такой стоит 200 рублей. Так, и последнее, что я взяла, это что-то необычное. Это набор для рукоделия. 55 рублей. Вообще, я подумала, что это какая-то готовая штука, которую просто открываешь и все. То есть здесь на картинке вот такая чашка. Видите? И я увидела, что она вот такая сложная. Ну, я же не видела, что внутри дырка. Я думала, вот так открываешь, знаешь, и вот такая получается чашка. Думаю, да, прикол какой. А тут, оказывается, надо плести. Внутри красненькая, сверху беленькая. И здесь должна быть инструкция. Подготовка к работе. В общем-то, раз, два, три. Что-то плетем, заплетаем. Да, ой, инструкция целая здесь. Прямо как сделать такую миску. Вот она. В общем, я думаю, что это будет кому-то интересно поплести. Не знаю только кому. Я такая еще плетунья. Я та еще плетунья. Поплести кому-нибудь. В общем-то, и все. Фикс-прайс обзор на сегодня закончен. Мы ждем новинки в Фикс-прайсе. И обязательно будут еще обзорчики и покупочки в Фикс-прайсе. Все, мои хорошие. Я вас люблю, целую. Ждем новое видео с обзором глины и спонжика. И я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok